Здравствуйте! С вами телевидение Электрогорска. В студии Анна Вязгина с итоговым выпуском новостей. Прямо сейчас о значимых событиях этой недели. 9 мая для России – особенный день. День памяти, скорби попавшим и одновременно день, когда мы ощущаем гордость и радость победы, вспоминаем погибших и говорим спасибо дорогим ветеранам. О том, как День Великой Победы отметили в Электрогорске, смотрите далее. Сотни электрогорцев, взяв в руки портрета погибших родственников, вышли на акцию «Бессмертный полк», чтобы почтить память своих героев. Не скрывая слез, люди искренне делились друг с другом своей болью, гордостью. Ой, не могу, это аж папа, это баба, это папа. Он воевал под Сталинградом, его исполнилось 17 лет, его сразу под Сталинград отправили. Он там получил ранение в голову. Вот, а потом опять, когда уже, его не демилизовали, а когда он уже все, после госпиталя, он уже, когда здесь уже тоже войну шел, и уже он уже у нас, где у нас он на Украине, с бандами воевал. Так что вот, так что молодой он у нас умер, 50 лет. А так он был сразу под Сталинградом. 15 лет и сразу его под Сталинград, битва под Сталинградом. Это мой отец, родной, Сергей Максимович Завражнов. А это мой тесть, Григорий Антонович Сычок. Жена не смогла пойти, она в ту состояние здоровья. Я за двоих сразу иду, за себя, как говорится, за того парня. Холодная и пасмурная погода не смогла помешать тем, кто решил принять участие в шествии бессмертного полка. Колонна с портретами родственников, которые воевали, трудились в тылу, были в блокаде, двинулась от городского бульвара в сторону Дома культуры. На площади, около памятника погибшим, где с утра звучали военные мелодии, собрались ветераны и участники Великой Отечественной войны, школьники. По площади прошли колонны солдат из воинской части и ребята из военно-патриотических клубов. Далее проехали единицы военной техники. Вслед за ними начала движение колонны бессмертного полка с портретами героев. В одном строю рядовые лейтенанты, пехотинцы и моряки, саперы и разведчики, как бережно несут портреты их родственники. Многострадальная Россия, святая мученица, Русь, Как удалось тебе осилить беды и скорби страшный путь? Откуда черпала ты силы, как только выстоять могла? Моя великая Россия, ты с честью по войне прошла. После торжественного шествия на сцене у Дома культуры прошел митинг с участием главы города Дениса Семенова и его заместителей, ветерана Великой Отечественной войны Александра Князева, руководителя Московского областного регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Ленара Самединовой, настоятеля храма всех святых в земле российской просиявших, отца Александра. По окончании митинга прошло возложение венков к памятнику советским воинам. Летит, летит по небу, клим устал, Летит в туман на исходе дня. Жители и гости города увидели военную реконструкцию эпизода «Штурм укрепления». В честь Дня Победы на сквере возле Дома культуры работала полевая кухня. Вкусную гречневую кашу с тушенкой и горячий чай раздавали всем желающим. Ветеранам и пенсионерам выдавали положенные 100 грамм фронтовых. Пожилые люди в очереди не стояли. Для них были организованы места за столом. Пока ветераны ожидали свою порцию каши, они могли пообщаться между собой или с детьми. На городском стадионе в этот день проходило множество спортивных мероприятий. Состоялись турниры по шашкам, шахматам, дартсу. На площадке была организована игра «Городки» для всех желающих. На запасном поле стадиона прошел турнир по футболу среди дворовых команд, посвященный Дню Великой Победы. Сегодня у нас на стадионе имени Классона проводится турнир по футболу среди дворовых команд. Он посвящен Дню Великой Победы, 72-й годовщине. Какие команды соревнуются, расскажите. В этом турнире проводят участие в связи с погодой. К сожалению, погода немного подвела, но праздник есть праздник. На этом турнире собралось две команды. Две команды проведут между собой два матча, по итогам которых будет определенный победитель. Победитель будет награжден кубковыми медалями и грамотами. Проигравший будет награжден медалями и грамотами. На основном футбольном поле прошли игры на Кубок Павла Посадского района по футболу среди команд городского округа «Электрогорск» «Эколаб», «Боевое братство» и «Эленком Энергия». На волейбойном поле стадиона состоялся турнир по волейболу для ветеранов этого вида спорта. На баскетбольной площадке состоялись игры по стритболу. В спортивных состязаниях принимали участие как юные жители города, так и ветераны спорта. Победители и призеры были отмечены кубками, медалями, грамотами и ценными призами. Для детей работали аттракционы и развлечения. Каждый мог найти себе по душе. На протяжении всего дня для присутствующих пели и танцевали творческие коллективы «Электрогорска». А вечером праздничная программа продолжит с выступлением профессиональных артистов. «Она смотрела в окно, с тобой все решено». Брожали стекла, спешили часы, по домам было метро. Она играла в кино, как это было давно. Две фишки, а домино, с тобой все решено, она смотрела в окно. Завершился праздник красочным фейерверком. Инспекторы Госаднотехнадзора провели надзорные мероприятия по соблюдению чистоты, порядка и благоустройства на подъездных магистралях городскому округу «Электрогорск» в рамках операции «Стелла». Особое внимание инспекторы обратили на въездные колонны из «Стеллы» предприятий города. Опыт предыдущих проверок показал, что при проведении весенних субботников про очистку и окраску «Стелл» просто забывали. Если раньше «Стелла» обозначала просто въезд в населенный пункт, то теперь это узнаваемый символ города, предприятия, его бренд, который просто необходимо поддерживать в достойном состоянии. В городе «Электрогорск» управляющая компания провела огромную работу по обновлению «Стеллы» въезда в город с Горьковского шоссе. Фасадные конструкции округа приведены в порядок, окрашены, очищены от облупившейся краски, территории вокруг убраны, подготовлены под высадку цветов. Также сейчас сделали подсветку, которой не было, и наша «Стелла» засияла, просто засверкала. По словам руководителя Госадмтехнадзора Татьяны Витушевой, наша страна обладает уникальным советским наследием монументального искусства, богатой коллекцией въездных «Стелл». И при проверке Госадмтехнадзор обозначил отличную работу в этом направлении. Администрация делает все для того, чтобы поддерживать это в надлежащем виде. Не секрет, что большое количество жителей Электрогорска ездят на работу в другие города и испытывают определенные трудности при проезде от места жительства к месту учебы и работы. И решение РЖД отменить популярные утренние и вечерние электрички из Электрогорска в Москву и обратно вызвало шквал негодования у жителей города. Какое решение по этой проблеме нашла городская администрация, смотрите в следующем репортаже. Известие о том, что с 15 мая по 14 июня отменяется сразу несколько электричек, мгновение ока разлетелось в социальных сетях и вызвало бурю негодований у электрогорцев, которым из-за такого кардинального изменения в расписании пригородных поездов придется опаздывать на учебу и работу или добираться до Москвы в переполненных вагонах. В наш адрес поступили многочисленные обращения граждан об отмене утренних электричек, которые идут в сторону Курского вокзала города Москвы. И также мы получили сообщение социальных сетей, групп ВКонтакте, одноклассниках о том, что люди очень переживают в связи с отменой этих утренних электричек, как они будут добираться на работу и также наши студенты, которые ездят, пользуются этими маршрутами, как они будут попадать в свои учебные заведения. Массовые жалобы людей в РЖД, Добродел и в Центральную пригородную пассажирскую компанию не принесли никаких результатов. Но зато администрация города сработала быстро и слаженно. Также были, можно сказать, обеспокоены этой проблемой и сразу же начали взаимодействовать с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Московской области. Обратились к заместителю председателя правительства Московской области Ильдару Нуроловичу Габрирахманову с просьбой помочь нам в решении данного вопроса и совместными усилиями с правительством Московской области, с Министерством транспорта Московской области совместно с РЖД удалось договориться, перенести эти работы ремонтные в связи с тем, чтобы не проводить их в утренние часы, пик и в дневное время. РЖД перенесло это на другие часы. Скорее всего, это ночное время будет производство этих работ на перегоне между Павловским посадом и Фрязево. И также принято решение о восстановлении этих утренних электропоездов по расписанию 7.50 и 5.24. 5.24 будет следовать с Электрогорска до города Железнодорожного с дальнейшей пересадкой. Там два дополнительных поезда будут идти уже с Железнодорожного на Курский вокзал. И также восстановили электропоезд 2215, который отходит от города. Отопительный сезон в Электрогорске закончится только тогда, когда позволят погодные условия. Об этом объявил глава города Денис Семенов. Подробности далее. Первую подготовку к новому отопительному периоду начали проводить в первых числах апреля. Изучали прогноз погоды, наблюдали за температурой воздуха. По температуре у нас законом определено, что отключение можно производить, когда температура наружного воздуха среднесуточная в течение 8 градусов держится 5 дней. И мы предварительно для себя определили. Сначала это первое число мая, чтобы отключиться в конце апреля, в первых числах мая. Но уже ближе к этим датам, посмотрели, какая погода по факту и какая температура наружного воздуха на улице, мы перенесли эту дату на 10 мая. Отключение отопления и горячей воды должно было произойти сразу после проведения Дня Победы, в ночь 9 на 10 мая. Но в связи с плохими погодными условиями и недостаточной температурой наружного воздуха было принято решение перенести отключение. Также получаем информацию с ЕДДС, что люди обращаются с просьбами пока придержать с отключением теплоносителя и с горячей водой. И поэтому совместными усилиями с ТСК «Мосэнерго», с ГРЭС номер 3, спасибо большое директорам этим компаниям Андрею Леонидовичу Шелатонову и Олегу Николаевичу Мучилову, потому что решение принимали в процессе праздника отложить отключение теплоносителя с горячей водой еще на 5 дней с 15 мая. Погода будет уже более комфортной, более тепло, но сегодня мы понимаем, что этого делать пока не надо, это рано. То есть 5 дней как раз люди могут еще попользоваться теплом и горячей водой. Я думаю, что все жители наши, так скажем, такое решение поддержат, потому что на самом деле в домах прохладно еще в некоторых остается. И думаю, ничего страшного не произойдет, если отключение сначала планировали в первых числах мая, потом 10 мая, теперь с 15 мая. Я думаю, что это окончательная дата, как раз когда будет все стабильно и комфортно для проживания наших граждан на квартирных домах. В студии была Анна Вязгина. Желаю вам отличных выходных. До встречи на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин